В новогодние праздники и выходные дни сотрудники силовых структур работали в усиленном режиме. Кто-то отдыхал, а для сотрудника ГИБДД из Алекминского улуса выходные чуть не оказались трагедией. В нашем следующем материале смотрите подробности. Традиционно новогодний период – пора радости и веселья. Но это не отменяет множество опасностей, подстерегающих вокруг. За это время пострадали десятки людей. Причины самые разные, начиная от банальной неосторожности и заканчивая умышленным причинением вреда. Неосторожность ведет за собой неприятные последствия. Эти люди зачастую становятся посетителями травмпункта. В среднем за сутки через него проходит около 80 человек. Быть себе повнимательнее, особенно быть поаккуратнее с алкоголем. К сожалению, в состоянии опьянения чаще встречаются травмы, случаются с человеком, нежели в трезвом состоянии. Просто немножко быть к себе аккуратнее и внимательнее. Именно алкоголь чуть не стал причиной трагедии. Рядовая проверка водителя в Алекминском районе завершилась угрозой для жизни сотрудника ГИБДД. Во время движения подозреваемый не справился с управлением. Автомобиль развернуло. Инспектор ГИБДД, выбежав из служебного транспортного средства, открыл дверь со стороны водителя и попытался вынуть ключ из замка зажигания. Однако нарушитель оказал сопротивление и начал движение транспортного средства. Полицейский успел встать на порог автомобиля и схватился руками за дверь. Сотрудники ГИБДД вели преследование вплоть до самого дома правонарушителя. Прибыв туда, он забежал внутрь и вышел с ножом, угрожая правоохранителю. Трагедии удалось избежать благодаря родственникам злоумышленника, которые вовремя его остановили. Но опасность таится не только в людях. В городе мирный, жизни двух людей унес пожар. Возгорание не такая уж редкость. В связи с праздниками угроза их возникновения возрастает вдвойне. На территории республики было зарегистрировано 13 пожаров, 8 из которых произошли в жилом секторе. Если сравнивать аналогичный период прошлого года с прошлым годом, то количество пожаров снизилось на 7 единиц. Все это время служба спасения республики работала в усиленном режиме. Несмотря на то, что сейчас период праздников и казалось бы, что наибольшую опасность несут пиротехнические атрибуты, на деле оказывается, что список возглавляют обыденные причины. Специалисты отмечают, что наиболее часто ими являются нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов и неосторожное обращение с огнем. Юрий Осипов, Екатерина Амосова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.